В этом году у многих жителей истекают договоры с управляющими компаниями. Раньше большинство собственников квартир перезаключали его с прежней компанией, ведь альтернативы собственники не находили. Другие же решались на смену компании, но желанного порядка в доме так и не добились. Мы так много говорим, где ничего не делается. С самой весны и ни разу не подстригли газон. Это что ж ужас. Сейчас они делают Тургенева 47 из старого кирпича и делают уже где-то около недели и не собираются делать хорошо. Жалоб собственников с каждым годом становится все больше. Так, в 2011 году недовольных орловчан оказалось почти 22 тысячи. Но это только те, кто решился на официальное обращение в администрацию города. Ситуация достигла своей кульминации. Решили власти, что-то явно надо менять. Первый шаг – создание новых управляющих компаний. Обострившаяся конкуренция, по мнению главы города, заставила давно существующие компании заметно оживиться. Как только мы объявили о том, что будут появляться компании, тут же мы обратили внимание, как оживилось первоуправляющие. Во дворах появились какие-то креативные скамеечки, стали проводиться праздники дворов. На первом городском канале появилась программа ЖКХ. Возможно, это начало большого пути к улучшению качества обслуживания жилых домов. Вот только здорова ли эта конкуренция? И какими методами компаний борются за своего потребителя? Проводили собрание и повели на крышу, а там явно на крыше просто она пробита ломом. И показать, какая мы компания управляющая плохая. Все это, чтобы удержать старые дома или переманить свою компанию новые. Зато теперь жителям есть из чего выбирать. Навязывать мы никого не собираемся жителям. Они вправе выбирают ту управляющую компанию, которая им нравится. Но предложить администрации города альтернативу мы обязаны. А насколько грамотно смогут воспользоваться жители такими услугами, зависит лишь от них самих. Ирина Комнатная, Артем Моисеев для программы Оперативный эфир.